Всем привет, наши дорогие подписчики! Без лишних слов, чародейки, чародиянки, мы будем... Сегодня какое? Девятое. Девятое. Девятое мая. День победы чародейок. Всё, девятая серия. На чём остановилась? На то, что в канализацию упал ключ. Упала печать Фобоса. Фобоса, печать Фобоса. Великая печать Фобоса. Стражницы не пронюхали о новом портале? Я послал через завесу разведчиков. Они узнают, где прячется мятежник. Пусть будут осторожны. Моя сестра весьма опасна, пока я не отнял её силу. Ешь! Ну чё, с позволения, что ли, только может есть? Он так расположился вокруг стола, так, весь сидит, ест. Нет, такой, ешь. А дожди, а что? Сидарик что, трассированный, что ли? Ну типа, что он ест? А, это страус. Это большое какое-то животное. Он ест страус. Там же, а, не страус, а вот эти вот... Как они назывались? Самая первая серия на страуса похожа. Это, скорее всего, его и едят. Две тройки. А вот ещё вопрос. Вот сестра, да, она волшебница великая. Она что, за сколько лет себя никак не проявила? Так она не великая волшебница. Она находится в России... Ой, она находится в этом, в мире, в этом... Так он говорит, она очень опасна, пока я не забрал её силу. Значит, у неё есть какие-то силы. Она пассивно опасна. Нейтрально опасна. Она в агрегатном состоянии находится. Но всё равно, если она некая волшебница, должно было что-то проявиться, мне кажется. И как? И ещё залепила оценку жвачкой. Эйнштейн в школе тоже был двоечником. Да. Ладно. Что вот все говорят про то, что он был двоечником, что вот это всё... Знаешь, я специально решил эту тему как-то посмотреть. Очень много разнотолков по... Нет, он на самом деле не то, что двоечником был. Он нормально учился. В целом, он не разговаривал особо до шести лет. Он был дислексиком, он не умел читать. Чувак с аутичным спектром. Да. Как будто мало таких. Но это не значит, что он плохо учился. Потому что там, ну, я посмотрел про оценки, нормально у него было всё с оценками. Я не знаю его оценок, но... Как тебе уравнение? Две тройки плюс двойка, помноженные на жвачку. Равняется неделя без кино. Это очень классное наказание. Допустим, на все недели ничего нормального не выходит. Да, я такая, так я и не собираюсь. Тогда что? Человек-паук? Нет, вернуться домой, назад, вперёд, назад. У нас сейчас вообще в России ничего не показывают. Чего, чем ты меня пугаешь? Нас наказали на год, на два, на десять лет. Так вы все пойдёте? Если в главной роли Вэнс Майкл Джастин что тут обсуждать? Нет, я с этой фанаткой сидеть не буду. Когда я его вижу, хочется визжать. Не замолкай, обещанц. Это же... Это же я. Это же я, когда в фильме играет Роберт Паттисон. Мы, кстати, так и не посмотрели с тобой его. Как и вся страна. Нет, ты чего? На Торрентах он же есть. Я имею в виду в кинотеатре. В любом другом, возможно, видосе. Я хотела смотреть на Паттисона вот в таком размере, а не в таком. ВМЖ тебя не слышит. Он против клички ВМДжей. И брокколи, и избытка макияжа у девушек. Круто. Ты ведь идёшь, да? Это премьера. Считай очередь часов на шесть. Сплошь фанаты. Утеплиться, прихватить какао и затычки в уши. Ну, это не самая плохая идея, сходить после анонса. Ну, типа, когда уже подрососётся народ, уже спокойно можно сесть. Да, на день где-то третий, четвёртый. Да, вообще, на следующей неделе. Но затягивать нельзя, если это фильм, который вы очень ждали, и вы ненавидите спойлеры. Я знаю, что ты скажешь, там нет у них Инстаграма, у них нет ТикТока, у них нет ни Рилсов, ничего. Ненавижу, ненавижу эти спойлеры. Вот, кстати, странная женщина. Она смотрит, видит Человек-паук такой, видит новые кадры. И думает, ну, наверное, у них хватит смелости, ой, не смелости, мудрости не проспойлерить. Сидеть на что-то надеяться. И там, когда в конце сразу трёх Человек-пауков показывают, и она... Я это себе не проспойлерила. Не надо. Что тебе проспойлерили? Игру Престолов полностью, всю последнюю серию. В общем, прикол весь в том, что я когда вижу, я не могу остановиться. Мне здесь сейчас интересно, я смотрю, я уже не могу свайпнуть, всё. О чём мы говорим? Я когда книгу беру, читаю, я, ну, где-то в середине, я такая, хоп, последнюю страницу, посмотрим, что там происходит. Вот это вообще-то... Всё, я не такая, а вот такая. Я согреет его любовь. Ты точно унюпал здесь портал? Бланк! Смотри, Калеб, как приодел... Сука, сейчас меня прилетят. Всё, никаких Калебов. Всё, пошли мы в задницу. Ему правда, ему правда очень идёт эта шубка. Да-да-да, приоделся вообще, он начинает примерно понимать, как здесь жить. Ладно, я чувствую, я чувствую с ним эмоциональную связь. Ктухлятин, хотя её перебивает твой запашок. Ты не Бланк, слишком чистая. Вот, да, ещё Бланк. А что Бланк? Он же постоянно воняет. Да. Блин, помыли бы уже его. Я думаю об этом, мне покоя не даёт то вчерашнее выступление, на сцене, где Бланк переоделся драконом. Да, и подходил ко всем. Ладно, что он, да, он же ещё вонючий чёрт. Это вонючая девчонка играет. Некрасивая вонючая девчонка. Но так как мы толерантны, мы в этих лишних вопросов создавать не будем. Такие, нет, нет, это нормально, человек так реализуется. Он свой так протест проявляет. Без душа, без макияжа, без пластической хирургии. Ах, ты бунтарка. Это что за зверь? Что новое? Ты не пробовал брокколи, приготовленные по моему рецепту? Она всё ещё с ним разговаривает у зеркал. Ну, зеркало это афиша. Майкл. Что, у тебя свидание с афишей? Калеб, может на Меридиане модно подкрадываться? У нас это невежливо. Не пойму, из чего влюбляться в плакат с фигляром, косящим под эльфа? Он вовсе не эльф. Он Трюндельблотен. Это племя красавцев, и они храбро сражаются с воинством Флёндера. Эй, посмотрел бы я на твоего Венса в бою с гигантским загрызайцем. Я, чтоб ты знала, их гоняю каждый день. А он не знает ведь о феномене, то есть о кино. Ну, мне вас уже рассказали, наверное. Ну, рассказать и показать. А, ну, может он думает, что это за правду? Ну, вот я тоже думаю. Он же не понимает, что есть целая индустрия здесь развлечений. Давай скорее, какой кошмар! Эй, ты! Куда ехать? Как ты ногами достаёшь до педалей? Раз. Кто дал тебе чёрт права? Два. Кто для тебя шил одежду? То есть это получается консьерж для маленького ребёнка. Как ты эти три задачи смог решить? И, блин, вот я боюсь к некоторым людям в такси садиться, а вот они садятся к троллю. Ещё раз, зелёный, вонючий девочка. Украл такси? Не украл? Укачмы? Вдруг услышал? Возьми такси! Ну, бланк взять такси! Но это, скорее всего, очень большая шутка, очень жирная шутка, потому что таксисты – это определённые конъюнктуры, категория даже в Штатах. Ты не видела стендапы, оммажи на них, пародии? Нет, типа они комедийники. Нет, ну, в целом это кавказцы, это русские, это ещё какие-то большие такие мужики. В Америке кавказцы? Ну, ты что думаешь, что они только на Кавказе, что ли? Это как? Каким успешным надо быть, чтобы поехать в Америку работать таксистом? Круто! В смысле? Придётся такси вернуть, откуда ты его взял? Он хоть водить умеет? Пристегнулся! А как же водить? Блин, они весь город убили. Какой смышлённый парень! Калиб? Он в первый раз сел за Машей за руль. Ну, блин... Он каким-то образом знает, как работает ручная коробка передач, как правильно не перепутать педали и поехал. Ну, то есть... С мороженкой он не разобрался. Да, да. А тут за машину сел очень легко. Чувак очень быстро ассимилируется. Так поздно. Тебе всего 12. Других девчонок предки отпустили! Это её родители! Я первый раз вижу её родителей! Смотри, какая мама красивая! Да, очень прикольно. Как они, как называются эти сосульчики? Волосы. Да! Вы, кстати, никогда не замечали очень интересную закономерность? Не помню, говорил я на этом канале или нет. На другом говорил. Очень смешно. Всегда... Нет, реально очень смешно. Ты такая смешная, а? Родители у главных персонажей всегда одной расы или одного... Хотел сказать пола. Ну, допустим, мы смотрим Зверополис, мы смотрим ещё какие-то сериалы про зверушек и так далее. И там родители. Кролик-кролик. Зайка-зайка. Мне кажется, главные герои нарушат традиции. Вот, а главные герои всегда нарушают. Да-да-да, а главные герои всегда нарушают. И вот я сейчас смотрю... Но говорят, что они просто друзья. Да ладно. Родители прям этнически одинаковые везде. То есть я ни в одном сериале или мультике... Ну, именно в мультике не видел, чтобы там чернокожий, допустим, отец и там какая-нибудь китаянка. Мне кажется, вот в мультике, которые сейчас выходят, можно часто это увидеть. Можно это увидеть, но раньше прям они везде одинаковые. Раньше не было такого культура просто. И вот я готов спорить, что она не найдёт себе Хайлин, то есть поэтносу ей подходящего. То есть поэт, скорее всего, это будет какой-то другой чувак. И все получаются, и все получаются нарушать эту традицию. Обратите внимание, это очень прикольно. Как Седрик может разбираться в номенклатуре в своём магазинчике и при этом каждый день видеть эти колесницы, не задаваться вопросом, что это такое? А, называть колесницей, машиной колесницей? Или он просто Фобосу такой. Фобос, Фобос, Колесница. Это такая, как сказать... Как у нас колесницы. Да, только они сами едут. Жёлтые такие. О, сука, я лучше бы не начинал это объяснять. Как птицы ровно летят. Это же просто нечестно. Что ты скажешь? Офига себе, в постели на простыне ботинками. Я бы, мать, за такое просто... Ну, это всё. До свидания. Привет, дед дом. Привет, дед дом. Мама, мама. Привет, дед дом. Нереально. На простыне это перебор, я понимаю, но покрывало. Я понял, почему так происходит. Даже для меня это слишком. Там очень чистые улицы. Всё равно это подошва. Ну, просто если сравнить наши полы вот здесь с полами, которые там... Ты видела видосики, где бегают в белых носочках, проверяют? Да видела, но не везде же так. Ну, у них там... Ну, в Америке не так. А, это не Америка. В журналах пишут, самостоятельные девчонки идут своим путём. В нашем случае мимо маминой комнаты. Как услышат звуки душа. Очень смешно. А как её мать проконтролирует, что она не была в кино? Ну, я так понимаю, отсутствием денег. Либо будет заходить в её комнату каждые пять минут и проверять, на месте ли она. Ладно, хорошо, но разве... Ну, это сложно, мне кажется, уйти из дома. Я ушла, допустим, и библиотеку, и всё, и нормально. Ну, может... Девчонки скинутся, потом вернёт денежку за билет. Может, мы замашли арест, типа, что-то такого. Бланк больше не тошнит, правда? Ладно, быстрее можешь, как бы из-за тебя не... Я бланк, блин, меня постоянно укачивает. Да, меня тоже укачивает, только если не за рулём сижу. В противном случае ты сидишь... Особенно здесь, в Москве, когда ты проехал пять метров. Каждые пять секунд останавливаю. Опять едешь, и тебе вот так, поворот, вот так. Меня уже укачало. Ну, не могу, я реально вспомнил. Особенно на такси едешь, и вообще всё. А он ещё пытается успеть. Ты опять туда ехать, откуда я... В детстве было ужасно. Я не знаю, что изменилось, но сейчас я больше не блюю. А в детстве... Сейчас ты... Ты прям блядь, ты блядь в детстве. Я прям вот с пакетом ехала. Я не шучу. Вот мы садимся в какой-то транспорт, автобус, маршрутка, я сразу поеду. Сколько тебе лет было? Пятнадцать. Где-то лет до двенадцати, да. Серьёзно? Да, да. Я представляю, когда это уже бытовуха. То есть, все вместе садятся. Здравствуйте, Рубина, здравствуйте, Викаян, Армиян, Долбаян. Всё, и вы вместе все сидите, уже... Ну, все привыкли. Только тронетесь. Что, Рубиночка, опять? Ну, ладно. И все уже... И все абсолютно спокойно. Примерно так было. Я ещё ничего не ела, чтобы... Поменьше было. Да, чтобы едой не... Ты знаешь, когда сосисок нажиралась, то он что-то воняет на весь автобус. Чего, у вас так и не было? Блин, я слишком разоткровенитилась на этом. Мне кажется, я уже все стыдные истории рассказала. Нет, ты ещё не все стыдные истории рассказала. Я-то помню. А, как я на детской площадке вливала? Как ты пол сменил. Извини, Рубен. Ливи. Кто это? Бончий. Опять застрел? Да, да, да. И потом пошли люди. Сидеть с братом? Сегодня же премьера. И вечеринка у папы на работе. Уложи Криса ровно восемь. О, мразь! Мразь! Срочно искать дурачка. В смысле, другую няню для брата. Ирма, я видел, что твои ушли. Нам надо укрыться на пару часов. А, вы по адресу. Что случилось? Пустяки. За мной гонятся ищейки меридиана. Что? Надо собирать стражниц. Нет, нет, нет. Мы их встряхнули. Уверен? Да брось, охотник. Я с ним справлюсь, как с шестилетиями. Крис, Калев, Калев, Крис. Собачка пахнет. Крис, не собачка, Крис. Он... Луч смерти. Он маленький клоун в гриме. Вот, это реально характеризует этого персонажа. Маленький клоун в гриме. Постель, больше прогалка. Пока. Так, что... Вообще, сестра года. За ними охотится охотник. Она оставляет ребенка с ними. То есть, охотник, по идее, их найдет. Он же охотник. А тут еще мелкий этот. Он в опасности. Ну вот, получается, Ирма получает за чин для развития себя, как персонажа. Ее брат погибает. И она посвящает себя стражничеству. Отрекаясь от всего. Убийству охотников. Да, да. Чувствует свою вину на протяжении всей жизни. А потом будет какой-то момент искупления, где она спасает какого-то другого брата на Меридиане. Что-то уже из Человека-паука не чувствуешь. Ну да, да, да. Твоя мама не такая строгая, как родители Хайли. Ух, да уж. Бежим, пока они не передумали. Дочка, будь осторожна. Звони. Хорошо. Держитесь вместе. Корнелия в длинном платье. Ты за ней на Нью-Йорту делась. Длинное платье, а шума-то... Она как Зельда. Реально. Какая Зельда. Эх, долго объяснять. Проверка. Сердце Кондракара. Они переоденутся. Я не знаю, есть ли в каком-то из сериалов про чародеек, про магов, где они не использовали свой костюм на каком-то маскараде. Мне кажется, это настолько уже избитая тропа, как в аниме поехать, не знаю, на Окинаву. Куда? Это море. На Окинаву. Ну, в смысле, не... Как же это? Короче, едут на море школьники каждый раз. И на море смотрят друг на друга голые. Вот это прям везде, в каждом тайтле всегда это есть. Только дай ей повод побыть принцессой. Подтягивай, тонизируй. И всего 39 долларов 95 центов. Бранк хочет чудо-повоплотнитель. Магазин на диване. Крис, отставить кокей с рыбой. Есть забава, игра замри. Это же просто перелом. Ах, дети так ужасные. Реально, шестилетняя мразь. Он, понимаешь, ему жизнь не чужда, смерти не боится. Он сейчас просто убил бы рыбу. Ну да, а что ему? Они и так подыхают каждые пять дней. Шестилетний маньяк. Да, папа. Как девять минут назад у меня все хорошо. Твоя мама? Хуже. Где-то рядом зло. Как сердце Кондракара может определить зло от добра, если они все с Меридиана? Ну, то есть, сердце Кондракара, если судить по той истории... Нет, оно зло определяет. Как оно определяет? Как отделить зло от добро? Лучше... Чувствует. То есть, вот просто лучшие умы человечества не могут разделить зло от добра, потому что не совсем понятно, где эта грань. У нас, а там все достаточно черно-белое, такое, вот зло, вот добро, всё, мы разделились. Да-да-да, ну как понять? Сердце Кондракара – это та нимфа, да? А то, что от неё осталось. То есть, получается, зло определяет она, её дух в этом шарике. Мы ещё не разобрались, как этот шар вообще действует. Ну, это же вот эта тётка, которая нимфа, листая. Мне, кстати, в комментариях поправили, сказали, что это нифига, не нимфа, это немножко другое. Но я с ними не согласен, потому что разные источники одно и то же трактуют по-разному. Блин, обидно. Нихрена себе! Строговый запах. Обидно, что девочки опять фильм пропустят. Ну, нет, ты что, не пропустят. Они опять сделают своих двойников. Двойники посмотрят. Они посмотрят уже фильм о двойнике. Но всё равно приятно, что хоть в какой-то части тебе удалось получить удовольствие. Обидно, блин. Они постоянно как будто бы жертвуют своей настоящей жизнью ради... Мне больше всего удивляет. Возможно... Слушай, знаешь, что я думаю? Мне кажется, я испорчен своей средой. Потому что мы выходим с тобой на улицу вечером, там народу очень много. А вот что, если в этом городе реально комендантский час после восьми никто не выходит? Если это маленький городок какой-то, вполне. Я не понимаю, как это можно так в лёгкую объяснять, что я хожу с огромной псиной и ломаю всё, и не привлекать внимания. Они же нашумели конкретно сейчас. Эта машина сейчас орёт. И никто не выглянул? Ну, хозяин машины где? У меня нет машины. Вот когда что-то орёт за окном у чьей-то машины, я всё равно выглядываю. Что, хоть посмотрите, что это за урод? Ну, типа нет, интересно. У меня постоянно каждую ночь машина отмерзает чья-то. В три часа ночи. Я уже готов её поджечь, серьёзно. А, ну, все думают, что это чел в костюме. Всё окей. Как удобно. Всегда, кстати, какие-то такие чудища появляются на Хэллоуи. Когда ивенты какие-то тематические этому сапуцу. Вот сейчас такое бывает. Что тут делает охотник с собакой? Боюсь, он не фанат Вэнса Майкла Джассина. А что в той стороне? Алип и Бланк нянчатся с Крисом. Оставила брата на них? Это жестоко. Жаль, Калип и Бланка. А это, ты будешь? Не упрямься. Крис, подеть как Бланки. Пора развернуть крылья и задать им. И очередь потерять. Так жалко. Может, вы справитесь без меня? Вот вопрос с очередью. А залы? Ну, то есть, ты же покупаешь билеты. Откуда очередь? Ну, на следующий сеанс. Ну, типа, вот эти вот зашли, посмотрели, ты на следующий сеанс покупаешь. Или несколько залов. Это звучит как бред. Ну, несколько залов. Ну, это же покупка билетов. Несколько залов. Сейчас моя любимая часть. Огонь! Вода! Я такая же. Поедин! Вода! Надеюсь, обойдемся без земли. Так, стоп, обойдемся без земли. А кого нет? Ну, Карнелия не пошла. Почему? Осталось в очередь охранять. Охранять. Стражница очереди. Они там! Ну, совсем офигел. Машину зачем раскидывать? Калипс сказал, они стряхнули хвост. Почему никого нет? Всем плевать. Я правда, я честно, я не понимаю. Вы создаете правила этого мира. Этот мир закономерен и должен жить по тем правилам, которые создают авторы. Почему в мире, в котором, ну, в обычном, это же омаж на наш мир. Или тут нету правоохранительных органов порядка. Тут ничего нету, да? Ни пожарных, ничего. Все странно. Бланка по запаху и на свалке отыщешь. Что может сбить ищейку из кошмара со следа самого пахучего создания в мире? Мегадуш! Сейчас мы им устроим! Думаю, что следы Бланка смыло. Ага. Вместе с минивэном Мёрфи. Да вот сколько весит эта собака, дай подумать. Вот этот каркас машины. Кстати, ты заметила, как очень легко мнуться здесь машина? Ну, сколько она весит? Она даже... Килограмм 20. Нет, еще 20 килограмм. Ну, ладно, пусть она весит килограмм, допустим, 60. Собака. Это же не лошадь, правильно? А, даже больше, чем 20? Ты что, конечно. По килограмм 60-80 будет весить. Я просто думаю, можно ли такой урон с таким весом причинить? Конечно, невозможно. Тут два вывода. Это все-таки другой мир. И здесь все машины из фольги сделаны. Ну что, летим к кинотеатру? Ну, а с другой стороны, если он сильно прыгнул... Ну, типа, силы же тоже имеют в виду... Он с земли подпрыгнул. Он с земли подпрыгнул. То есть, там ускорение... Сколько там? 50 сантиметров плюс ускорение. Видно, придется потревожить принцессу. Они опять взяли след. Корнелия, твой выход! Че, без Корнелия реально не могу справиться? Ланг, поставь сейчас же вазу! Меня забавляет, как Калибр, нянька двух каких-то вообще шузанутых. Причем они когда не объединились, а другой 45-летний черт. Да, 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 да. Что, в принципе, то же самое, что и шестилетний ребенок в целом. Крис, поставь сейчас же бланка! Не шумите! Вдруг это охотник? Охотник здесь! Охотник здесь! Охотник здесь! Охотник здесь! Это ты охотник? Хуже. Я бабушка. Сейчас бабка заведет порядок. Да нет, это ж не ее внук, ей плевать. Вот именно, ей плевать. Она такая, пошел в угол встал, милкий засранец. И ты бланк. Семь плетей ударами плетей плетьми. Какие бабушки были? В твоем мире бабушки очень большой властью, видимо, обладали. Да, я что, все у нее. Юридически. Заслужил лакомство, жирный вонючка твой. Шесть. Шесть. А он откусил, он пророс через дыхательные пути и вылез из ноздрей. Ты понимаешь? Что это значит? Смерть. Ну да, это асфиксия легких, все дыхательные каналы перекрыты, и это смерть. Это я еще не говорю про то, что у него все внутренние, все разорваны. Старый прием. Спасибо, Тары. Вот они в прошлый раз спасли эту псину, да? Хотя Калиб мог ей размозжить череп. Да. И вот сейчас... Они пожалеют об этом. Вот правда, вот то, что они спасли эту тварь, она, допустим, загрызла бы ребенка какого-то. Условно, который домой поздно возвращался. Да, у икеанского мальчика маленького. Вот что, как к этому относиться? Никогда не стоит проявлять милосердие. Я тебе говорю. Бабка всех поставила. Почему успокоились? Магия стражницы? Нет. Бабушкин прием. Печенье. Печенье? Не для тебя хвостунишка. О, это интересно. Печенье, да? То есть они такие, нам жрать нечего, собственно говоря. Да ну, пошло это печенье. Ради печенья. Какое печенье? Если они и съели печенье, то там какие-то примеси в этих печеньях старые. Не знаю, они голодают, то ли, ну... Что сомнительно, раз уж они едушевряются. Кого может привлечь печенье? Охотник ему нипочем. Знаете про охотника? Мне дано ощущать присутствие мрака. И у внучки есть мобильник. Я следы так хорошо запутал. Он должен был нас потерять. Теперь ты... Сейчас начнется драка за места. В чем дело? А, не меняется? Ну, я так понимаю, серия закончится, пока каждый не постоит в очереди. Да, да. И маленький, какой цирк. Бондовщик в доме. Но ненадолго. И снова мы. Из-под мышек. Да. Прошу раз он тоже так делал, пока, помнишь, они дерево разгрызли? Да. Причем очень странно. Они нападают только на корни деревьев. У них только одна функция. Ну, видимо... Они не могут взять и загрызть... Человека от тела. Ну, стражниц или залететь в дом. И Калиба с этим мелким шестилетним ублюдком. Они как эти, дятлы. Они ищут червей. Им нужен я. Я уведу погоню. План блеск. План стричь печенье. Новый план. Бланк ищет портал. Плохой план. Плохой план. Да. Я Хайлин. Она уже 12 минут не берет трубку. А... Она вот здесь. Только переоделась в маскарадный костюм. Да, Хайлин? Я же говорила, не волнуйся. Хорошие премьеры, девочки. Какие гиперопекающие родители. И гипер... Да, приехали. И гипер... Как это назвать? Тревожные. Да, вообще, в целом. Дочь не отпускали. Это очень... Всю жизнь получается. Для них первый опыт, когда она вышла из дома. Это очень ужасно для Хайлина, мне кажется. Как она вообще смогла какой-то здоровый рассудок сохранить? Вот мне интересно. Вот стражницы... Вот Корнелия вот сделала эти деревья. И они стоят в воздухе вот так вот. Стоят в воздухе и ждут, пока он справится с деревьями. Чтобы потом еще как-то атаковать. Атакуйте все вчетвером сразу. В чем проблема? Дело в том, что все здесь почему-то стоят. И враги. И враги стоят, и девочки стоят. У них, видимо, какой-то закон. Пока один действует, другие... Ну, пошаговая какая-то получается игра. Пошаговая стратегия, как в шахматах. Эй, урод! Слабо нас догнать! Сдолбасую пресс показывать. Не прессом. Цепочку вот эту вот, типа, зацениковую. Ни фига себе! То есть он зацепился за столб, подтянул себя. Сколько ты там весишь вместе со своей сброй? Килограмм 200-300 вместе с собакой? И? И столб так и остался? То есть в одном случае эти столбы просто как спички ломаются. Да, да. Или машины. Но когда им надо это могучие... Ну, Сашка, ну уже все. Я уже задолбался ко всему прикапываться, честное слово. Ну, я не могу. Оно просто лезет мне в глаза. Слушай, скажите честно, это филлер? Вот это филлер? Потому что я не вижу сюжета. Или я не понимаю? Ну, даже если да, все равно интересно. Фига себе. Какая классная. Ты в курсе, что едешь к кинотеатру? Да, но за ним в переулке есть портал. Бланк учуял. Заманить, запечатать и мир спасем. Ты прямо как Венс Майкл Джастин. Охотник сзади, пригнись. Ага. Охотник сзади, пригнись. Не, ну ладно, простите. Сама идея. То есть у нас две чаши весов, да? С одной стороны у нас вторжение, уродцы страшные, которые ломают общественную собственность, угрожают людям, убийствам, расправы. Огромная собака, не на привязи, на секундочку. Охотник и еще какие-то два гоблина, которых они не видели, но которых видел Калиб. Это вот здесь. Прямо здесь и сейчас происходит беда. Их работа как стражниц спасать людей от этого всего. И есть другая чаша весов. Кинотеатр. Ну то есть они пытаются совместить вместе. А это важно, мне кажется, потому что ты не должен теперь оторваться от твоей привычной жизни. Ведь ты получил этот дар, ну, во-первых, их как будто бы даже не спрашивали, хотят они этого или нет. Это правда. Да, во-первых. Во-вторых, ну, это было бы несправедливо по отношению к ним требовать, чтобы они отказались от своей привычной жизни. Они подростки, они дети, они хотят ходить в киношку. Я не против. Но киношка, она не здесь и сейчас, и больше никогда. Она же будет и завтра, и послезавтра. Это кино. Я не к тому, что они не должны замешивать свою жизнь. Слушай, но они же не взяли и не забили. Такие, ой, пусть Калибр с этим охотником справляются. Они одну всего лишь девочку поставили. В прошлой серии они пели. Мы едины, мы вообще всё. Но вот сейчас они сами свои же принципы нарушают. Да я не против. Просто вот ты, допустим, Хайлин, и ты осталась, да, условно. И вот пока там вся эта заварушка идёт, вот две твои, допустим, две твои подружки погибли, потому что силы воздуха не хватило. Ну, то есть, они же как, они вместе огонь раздувает, воздух, и вот вода вместе с этим, с землёй, вот они вместе комбинируют. И вот, а где Хайлин? Не хватает сдуть это всё. И всё, одну цепью убили, и вторую тоже запрещали. И вот она сидит с билетами с этими. Чё делать? Можно же было, наверное, пойти завтра, будет думать. Она, ну, поздно. Будет идти дождь, и вот эта вот могила. Придётся искать новых стражниц. Ты понимаешь? Ну, то есть, я, возможно, демонизирую немножечко вот такой образ мышления, но всё равно. Это же не первое, что приходит в голову, когда у тебя вот такой выбор стоит. Ты подставляешь не только себя. Да это ладно ещё погибнут чародейки. Могут погибнуть ещё и другие участники. Мирные жители. Мирные жители, да, ужасно. Ну, как бы, типа, ну, приоритеты очень как-то странно расставлены. Смотрите, как он хорош. Тот уже влюбился. Осталось два квартала, а монстры догоняют. Ладно, я спасу Калиба от них. Но ничего я не влюбилась. Прости, занято. Сейчас подойдут. Спасибо, пока. Спасибо, спасибо. Портал! Сейчас займём. Давай, быстро. Эй, это моё. Ну, и где же он? Портал в кинотеатре? Может, это просто заставка? Он такой, а, портал. Это просто, типа, Warner Brothers Pictures. А я думал, проводники чуют порталы. Пыльно. Да, и ухачало. Калиб, портал там, внутри. Крикни, как увидишь охотника. Кричу, охотник. Эй, покажите билет. Сейчас уничтожу, червяк. Остались хорошие места. Выбирайте. Что ж, начнём охоту на охотника. Давай, попробуй достать. Круто! Концерт для разогрева. Давай, ещё, ещё два метра у тебя получится. Это какой-то цирк. Ну, правда. Это же просто... Эта штука размахивает огромной елдой. И первому ряду можно просто за раз троим бошки посносить. Ну, то есть, я не понимаю. Это же просто бессмысленная трата материала. Бессмысленная трата ресурса. Но зато продумано, что это киношка в этом стиле. И они думают, что это какой-то разогрев. Я понимаю, что, наверное, на бумаге, когда ты пишешь сценарий к этому филеру, будет прикольно, наверное, смотреться. Да это прикольно. Так я понимаю, но я не могу. Вот, понимаешь, начальные серии мне как бы больше верилось. Ну, потому что была какая-то таинственность. И они там где-то на задворках тренировались, учились. Они переходили в Меридиан. В Меридиане всё, это нормально воспринималось. А здесь боевые действия перенеслись вот на наш типо мир. Тут типа Хэллоуин, Маскарад. Все так одеты. Да, но тогда это же... Это с массовыми беспорядками никак не связано. Это не беспорядок, это двое дерутся на сцене. Всё окей. Надо запечатать. Дай ему секунду. И парящие феи над тобой на тросах висят. Прости, конечно. Ну, закрывай скорее. Вот это шоу. И потом они сзади летали, и их могли... Люди были настолько заворожены... Я все... Вот эти люди все с шорами вот этими лошадинами. А шо происходит? А шо вы делаете в моем холодильнике? Ну, то есть, вот такие люди, да? То есть, там все сидят. Прикинь, люди, которые были в кинотеатре, именно на этом сеансе, потом пойдут всем расскажут, и все пойдут на эту киношку, чтобы посмотреть на это. А этого нет ничего. А этого нет. Они такие, а че? Так это, получается, правда все было? Феи? Ну нет, типа, эксклюзив был некий. Точно. Возвращаемся и видим место Ирмы и миссис Лин. Надеюсь, Вилл понравился фильм. Это ее последний поход в кино. Девушки. Эй, вставайте. Как вовремя. Да уж, ведь мы чуть не проспали. Все кино. Ван Смайкл. Правда, это был лучший его фильм. Вы так и замерли. Они уснули. Что? Какая крыса. А она их не разбудила. Не разбудила. Насколько... Нет, я бы тоже не разбудил. Да че? Если бы ты уснул на Патисоне и ты заснул, я бы тебя не разбудил. Я бы наслаждался бы каждой секундой пропущенного хронометража. Ну, Саша! Ты дурак, это жестоко. Так, ну че? Я не знаю. Это какой-то филер. Опять? Я не понимаю, о чем. Я не понял, о чем сериал. Ну, не бывает без филеров сериала. Я не понимаю, о чем была серия. Правда. Я, может быть, потом пойму. А, это относилось к... Ну, типа, смотри, из сюжета тут было только то, что Фобос хотел поймать мятежника, отправил охотника на землю, но у них ничего не получилось. Мятежник, ну, Калиб и Чародейки победили охотника. Все. А остальное было про их... Причем охотника они не победили, они опять засунули его в портал, который... Это настолько тупая просто. Потому что они его убить должны. Ну, ладно, подожди, смотри, ладно, давай так. Ты просто пойми. Они дети, они не могут убивать. Они могут только обезвредить. Послушай, пойми степень его возмущения. Я понимаю. То есть, мы такие, здесь борются со злом очень странными методами. Они берут и просто запечатывают портал, который в следующий раз опять где-то в другом месте откроется. Ну, то есть, и этот стражник опять выйдет. Ты хочешь, чтобы они убили его? Они не будут его делать в детский мультик. Они там дети по лору. Да, я понимаю. Я понимаю, что они дети по лору. Не надо убивать. Просто разбей ему ноги. Ну, это же стоит. Все жестоко. Они типа просто его обезбили. Слушай, в каждом... Не надо мне говорить за жестокость в мультиках. Это в каждом диснеевском мультике кто-то погибает, кого-то придавливает камнем, задавливает буйволом. Здесь мы не про Дисней говорим, мы говорим про этот мультик. Здесь еще мрачнее ситуация. Еще взрослее сериальчик. То есть, шоу должно понимать, отвечать на эти вопросы. Но весь прикол добра в том, что ты не убиваешь зло. Ты его наказываешь. Слушай, я понимаю эти критерии. Иначе тогда чем добро отличается от зла? Тогда... Просто сами по себе методы очень странные. Ну, в итоге будет какая-то глобальная победа, и все. Ну, то есть, это бесконечное штопанье. Это реально, это проблема, это работа со следствиями. И причина вообще никак не затрагивается. Мне вот это смущение. Наверное, просто это внутрь меня где-то отдается, потому что я такой, я не могу не работать с причиной, я уже задолбался разгребать последствия. И я просто смотрю, это сизифов труд. Каждая, это открываешь портал, оттуда вылетают эти бесы, черти. Они делают всякий беспорядок, угрожают обществу. В любой момент кто-то может погибнуть. И это как бы шоу плевать на это. Они берут обратно, их запечатывают, чтобы в следующий раз так нарепить до бесконечности. То есть, вот это такая история, что ли? То есть, и у нас будут вот такие серии? Очень надеюсь, что нет, потому что это, ну, супер странно. Причем, наверное, можно было подумать, как их можно было обезвредить. Прости. Все нормально. Скучно, да? Мы закончили. Рубиниц стал скучным. Внезапно. Десятая серия. Надеюсь, Рубиниц станет веселей. Пока. Пока.